Следующее, о чем хотелось бы сегодня поговорить, это про рейтинги и отзывы. Здесь на самом деле два направления, которые стоит отслеживать и прорабатывать. Первое – это отслеживать и искать отзывы в социальных сетях, то есть биваете запрос названия вашего бренда плюс отзывы и ищите, что пишут вообще люди о вас. Все положительное, а также все те отзывы, которые у вас есть, либо вы где-то когда-то собирали, соберите в отдельный блокнот, они вам дальше понадобятся для маркетинговых инструментов, для маркетинговых материалов, для оформления вашего блога, коммерческих страниц и всего остального. Если есть негативные отзывы, то их нейтрализуйте, отдайте свою обратную связь, напишите, что вы сделали для того, чтобы устранить ту ошибку, которая появилась. И второе направление, которое нужно будет вам отслеживать, это выстроить систему и настроить инструмент запроса отзыва. Две простые модели, как получить отзывы в своем бизнесе. Это первое, нужно подумать, как настроить, то есть что можно сделать, это, например, если ваша воронка продаж использует консультации для продажи вашего продукта, то после блестящей проведенной консультации контентной вы можете вашего потенциального клиента попросить оставить отзыв о консультации для вашего бизнеса и оставить ссылку на вашу публичную страницу вашей компании и попросить оставить отзывы, то есть где-то у нас находится, вот звезды, попросить оставить пять звезд для того, чтобы вы поделились впечатлениями о том, как была проведена консультация. Если у вас будет достаточно серьезный поток, ну как минимум 10 консультаций в неделю вы будете проводить целевых, ну как минимум 3-5 отзывов на вашей страничке у вас будет появляться. Соответственно, 5 отзывов, например, умножаем на 12, то есть у вас в течение года на странице Facebook уже будет порядка 60 отзывов, что будет существенно вас отличать от конкурентов, у которых будут пустые какие-то там точненькие странички в Facebook, у вас будет и обновляющийся контент, и отзывы будут собираться, и комментарии, и все остальное. Второй момент, где можно запросить отзыв – это во время финала проекта, то есть, например, вы оказали услугу, созвонились, проверили, все ли в порядке, замерили что было, что стало, и уже готовить кейс, практически кейс касательно того, как вы закончили проект. На выходе вы просите записать небольшой отзыв о том, как клиенту понравилось работать с вами, с вашей компанией, и вы этот отзыв можете добавить на отдельную страницу кейса, которую вы отдельно должны подготовить для оформления для вашего блока. Либо, если вы продукты обычно продаете, то после продажи продукта просите и запрашивайте обратную связь. Что можно сделать? Можно сделать двумя способами – это настроить отдельное письмо в MailChimp после добавления в рассылку, а добавлять туда можете, например, всех тех, с кем провели консультацию, либо в CRM-системе настроить автоматическое письмо по факту изменения статуса, например, консультация проведена, чтобы автоматически отправлялся письмо с предложением оставить отзыв. Я не буду сейчас технарские моменты разбирать. Ваша задача – подумать, что для вас подходит, и как минимум напишите шаблон письма, первое время сможете руками отправлять, дальше решите, как автоматизировать эту функцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова